Продолжение следует... У нас сегодня в студии Ирина Владимировна Гришнова, заместитель главного врача, кандидат в медицинских наук, невролог. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Ну вот вообще, рассеянный склероз – это такое заболевание, которое уже давно известно, уже много лет. И на самом деле миллионы людей поражены этим, оказывается, диагнозом. То есть мы об этом знаем. Но скажите, пожалуйста, на самом деле, почему именно молодые люди больше подвержены этому заболеванию, если это действительно так? И какая статистика этого заболевания? Да, это действительно так. Больше подвержены этому заболеванию молодые люди, так как это заболевание аутоиммунное. А именно такие болезни характерны для молодого возраста. Мы же знаем другие аутоиммунные заболевания и в терапевтической практике, и в гифровологической. И знаем, что это болезни, во-первых, молодых, и во-вторых, преимущественно молодых женщин. Потому что по статистике соотношение заболевших женщин к мужчинам составляет 2-3 к 1. Действительно, это заболевание описано очень давно. И еще несколько веков назад в первых работах неврологов отмечали, что есть заболевание, которое развивается в молодом возрасте, которое быстро приводит к инвалидизации. Пациенты начинают плохо передвигаться и, в конце концов, погибают в молодом возрасте от осложнений этой болезни. И известный невролог Шарко, который описал клиническую картину, тоже отмечал, что это заболевание достаточно тяжелое, прогрессирующее, и для него определена определенная клиническая картина. Сейчас, безусловно, диагностика этого заболевания строится не только на клиническом описании, как в древние века. На первое место выходят современные методы диагностики, такие как, например, МРТ или исследование ликвара. Но, тем не менее, это болезнь, которой занимаются неврологи, и зачастую первые жалобы пациента и рассказ пациента о своем заболевании уже позволяет заподозрить данную патологию. Ну, тогда какие симптомы должны насторожить все-таки человека, чтобы обратиться к врачу именно? – Типично для дебюта рассеянного склероза поражение или одной из нескольких систем, или сразу нескольких функциональных систем. Это либо расстройство зрения, снижение зрения или слепота на один глаз. – Это резко происходит? – Да, это происходит резко. Картина так называемого ретро-бульбарного неврита. Характерно для дебюта этого заболевания. И часто в случае ретро-бульбарного неврита в последующем, при появлении других уже симптомов и жалоб, как бы развивается в рассеянный склероз. Это нарушение координации. Человек может жаловаться, что его шатает при ходьбе, что он испытывает неловкости при точных движениях, он промахивается при необходимости взять что-то. – То есть раньше получались эти движения? – Да, сейчас не получаются. Его может шатать, например, в темноте, на открытом пространстве. И если сначала люди думают, что это связано с переутомлением, с усталостью, с каким-то стрессом, например, то в дальнейшем они замечают, что симптомы выражены все больше и больше, и уже посторонние люди начинают им говорить, почему ты передвигаешься, как будто ты выпил, например, алкоголь. – Очень типичное для этого заболевание развитие слабости в конечностях. Беспокоит слабость в ногах, человек не может пройти большое расстояние. И то расстояние, которое давалось ему легко раньше, например, он без проблем добегал до остановки быстрым шагом, уже дается ему гораздо тяжелее, он понимает, что он вынужден останавливаться, присаживаться, например, на скамейке, отдохнуть. И начинает испытывать сложности при самостоятельном передвижении. Практически нет ни одной функциональной системы в неврологическом статусе, которая не поражается. Поэтому эту болезнь и назвали болезнь с тысячей лиц. Могут появляться первоначально в дебюте тазовые расстройства, например, или расстройства чувствительности. Может страдать температурная чувствительность. – То есть непредсказуемая симптоматика. – Да, это совершенно непредсказуемо. И поэтому, когда у человека молодого возраста, среди полного здоровья развивается какая-то так называемая очаговая неврологическая симптоматика, безусловно, невролог должен подумать о демилинизирующем заболевании нервной системы. Подобных заболеваний множество. Это не только рассеянный склероз. – Конечно. – Вообще под названием демилинизирующие заболевания нервной системы целая группа заболеваний скрывается. Но уже только дополнительные методы диагностики могут точно поставить диагноз. А вообще, мы начали с вами обсуждать статистические показатели. В мире действительно несколько миллионов людей поражено этим заболеванием. А в России около миллиона человек болеют. И если учитывать, что в орбиту проблем пациентов с рассеянным склерозом вовлечены их коллеги, родственники, друзья, друзья, такие пациенты нуждаются в уходе, у них снижается трудоспособность, то несколько миллионов человек живет, погружаясь в эту проблему. – То есть это уже социальная проблема становится. – Это, безусловно, социальная проблема. Поэтому так важно рано диагностировать болезнь, начинать ее лечить, чтобы эта проблема не стала полностью социальной. Когда человек уже нуждается в постороннем уходе, родственники вынуждены оставить, например, работу для того, чтобы ухаживать за близкими людьми. – Ну вот ранняя симптоматика, это понятно, да, когда уже видно, как говорится, глазами уже видно какие-то идут такие состояния. Но все-таки вот мы уже заикнулись о том, что какие-то методы исследований, да, современные методы исследований позволяют все-таки вот на ранних стадиях, ну как любое заболевание, да, всегда хочется на ранних стадиях его, как говорится, диагностировать и потом лечение дифференцированное поставить. Да, можно сказать, что на ранних стадиях заболевание позволяет диагностировать сочетание метода магнитно-резонансной томографии и исследований ликвора. Вообще во всем мире уже рутинной практикой является проведение люмбальной пункции и взятие анализа ликвора на так называемые ольгоклональные антитела. Ольгоклональные антитела – это белки, которые вот очагами рассеянного склероза продуцируются в головном мозге и, беря жидкость на анализ, это совершенно безопасная процедура, которая сейчас, ну, широко внедрена в практику, позволяет практически стопроцентно установить этот диагноз. Потому что просто наличие очагов на МРТ – это еще не значит, что у вас рассеянный склероз. То есть масса неврологических заболеваний на МРТ может проявляться очагами. Но сочетание клиники, МРТ и дополнительных методов исследования, например, ликвора, позволяет установить диагноз практически со стопроцентной точностью и даже на ранних стадиях, когда у человека только одна атака заболевания прошла. Раньше критерием диагностики всегда считалось второе обострение. Только тогда можно было поставить диагноз. Но сейчас сочетание вот этих факторов позволяет нам еще раньше поставить диагноз, еще раньше начать лечение и, соответственно, минимизировать инвалидизацию. Мы стараемся, чтобы наши пациенты были трудоспособны, активны, вели полноценный образ жизни, заводили семьи, дружили, в общем, ввели такой же образ жизни, как ведем мы все. Ну, учитывая все-таки вот сложность этого заболевания, да, вот как человеку принять для себя, что у него есть такое заболевание, и, может быть, нужна какая-то психологическая поддержка, и на самом деле как-то осуществляется, может быть, у нас это? Ну, к сожалению, у нас до сих пор не функционирует центр рассеянного склероза как центр. То есть в таких крупных кабинетах у нас есть, он функционирует в Ульянской областной клинической больнице, там работают врачи-неврологи-консультанты, в том числе и ваша покорная услуга. Но, безусловно, вот, например, в крупных городах, в федеральных центрах существуют целые автономные подразделения, где как раз не только неврологи работают, не только есть, например, дневной стационар для современных методов терапии внутривенной, а в штате есть и психолог, и психиатр, и кинезиотерапевт, и физиотерапевт. То есть все специалисты, которые, и социальные работники, и юристы, все специалисты, которые могут вот в совокупности оказать помощь. Потому что, конечно, принять диагноз достаточно тяжело, как любой диагноз. Но надо сказать, что я всегда пациентам на этапе постановки диагноза говорю, что в современном мире подход к рассеянному склерозу абсолютно изменился. То есть если во времена, так скажем, нашего студенчества, когда мы курс неврологии проходили, нам говорили, что это тяжелейшее неврологическое заболевание, методов лечения нет, инвалидизация прогрессирует, и все заканчивается печально, то сейчас это заболевание приобрело статус условно курабельного. То есть современные медикаменты позволяют сохранить трудоспособность и полноценный образ жизни вести больным. Конечно, есть много факторов, есть такие уже узкие вопросы эффективности терапии, подбора терапии. Но всегда я пациентам говорю, что сейчас у нас в руках огромный арсенал лекарственных средств. Огромное спасибо, что государство наше по программе 14 высокозатратных нозологий бесплатно обеспечивает ими пациентов. И у нас всегда есть выбор, и мы всегда постараемся вам помочь и так подобрать препарат, чтобы вы вели нормальный образ жизни. Лекарств достаточно, да? То есть, в принципе, пациенты такие обеспечены, да? Все, кто нуждается в подобной терапии, чисто клинически, конечно, есть у некоторых пациентов с подбором терапии вопросы. То есть, один препарат может быть недостаточно эффективен, мы его переводим на другую терапию, да? Может быть, второй препарат всё-таки сохраняет определённую частоту обострений. Сейчас есть препараты второй линии уже, это как бы такая тяжёлая артиллерия, моноклональные антитела, которые вводятся в основном внутривенно, и пациенты дают на них очень хороший ответ. То есть, раньше такие достижения в фармакологии, они были нам недоступны вообще. Сейчас, конечно, ситуация изменилась коренным образом. Ну, то есть, на самом деле, в обществе, да, у нас государство, да, всё делало для того, чтобы такие пациенты были полностью обеспечены, и действительно, чтобы они в строю оставались. Что касается лекарственного обеспечения, однозначно, да. Да. То есть, мы вот на это однозначно не можем пожаловаться. Лекарства доступны, формируется ежегодно заявка региона, она в Москве защищается, и к нашим пожеланиям всегда федеральный центр прислушивается. То есть, пациент просто должен стоять на учёте, да, должен наблюдаться этим заболеваниям, и тогда всё, все вопросы отпадают. Да, да. Сам факт постановки этого диагноза уже даёт пациентам право на получение бесплатного лекарственного обеспечения. Пациент должен быть в федеральном регистре. Как только диагноз устанавливается, мы передаём данные поликлиникам по месту жительства, они заполняют специальную форму, и пациент, попадая в федеральный регистр, уже получает возможность. Рассеянный склероз тяжёлый такой довольно-таки, да, атоиммунное заболевание такое, да? Но всё-таки первопричины его каковы возникновения? И можно ли как-то, может быть, профилактировать, предупредить возникновение этого заболевания? Ну, уже очень давно обсуждается так называемая мультифакториальная теория развития этой болезни. То есть существует мнение, что у человека, который генетически предрасположен к этому заболеванию, у которого есть определённый набор аллелий в генотипе, воздействие каких-то внешних факторов, вот эта совокупность, и приводит к дебюту заболевания, к этой аутоиммунной атаке. То есть сами по себе внешние факторы не вызывают это заболевание без генетической детерминированности. Но и сами по себе гены не всегда дают развитие болезни, если нет влияния внешнего фактора. Вот что касается этого внешнего фактора, то теорий всегда было много, и сейчас их много. Это и вирусные воздействия, это и травмы центральной нервной системы, стрессы, интоксикации. То есть у каждого этот внешний фактор свой. То есть это то, что может провоцировать? Повреждение, да, фона и повреждающего фактора приводит к бурной атаке болезней. Сложно сказать, что можно профилактировать это состояние. Предупредить как-то. Да, но, конечно, вот, например, есть уже работы, которые показывают роль дефицита витамина D в развитии заболевания. Это фактор, который мы можем предотвратить. Очень широко исследовался на Западе фактор курения у предрасположенных к заболеванию лиц. То есть это сейчас абсолютно научно доказано, что курение при наличии генетической детерминанты провоцирует развитие этой болезни. Поэтому мы пациентов предупреждаем, что это неблагоприятный для них фактор. И если они будут дальше злоупотреблять этой вредной привычкой, то, возможно, заболевание у них пойдет более агрессивно, чем у остальных лиц. У пациентов есть ряд ограничений по образу жизни. Им нельзя загорать, например, перегреваться. Они плохо переносят жару. Но в целом они уже знают, какие факторы им нужно избегать, чтобы обострение не вызвать. И сейчас я, может быть, ваш вопрос, так скажем, опережу в отношении вакцинации. Очень актуальная тема, потому что наши пациенты не привыкли вакцинироваться. Кстати, есть вопросы даже от пациентов с рассеянским лидомом. Можно ли нам вакцинироваться? Можно. Потому что, на самом деле, это очень важно. Можно, потому что я вот хотела сказать, что... Именно от коронавирусной инфекции. Да, можно, потому что именно вирусные инфекции могут быть провоцирующим фактором развития обострений. У нас сейчас есть федеральные рекомендации, которые составлены, в общем, такими крупными учеными, занимающимися этой проблемой, которые говорят, что риск развития коронавирусной инфекции для пациента гораздо больше, чем риск от вакцинации. Потому что тяжелая вирусная инфекция, перенесенная, вероятно, у них спровоцирует обострение гораздо более вероятно, чем прививка. И во всем мире уже меняется взгляд на вакцинацию при рассеянном склерозе. Это вопрос тоже часто пациенты задают. Потому что раньше считалось, что вакцинация абсолютно противопоказана этим пациентам. Но сейчас во всем мире считается, что убитые вакцины, не содержащие живых частиц, можно и нужно вакцинировать этим пациентам. То есть есть и прививки от гриппа с убитым компонентом, и другие какие-то вакцины, в которых нет активного начала, они все разрешены. И у нас пациенты вакцинируются, и уже не с одним мы общались. Кто вакцинировался, осложнений пока, слава богу, мы никаких не видели. Как вы сказали, возможно, поствакцинальная реакция, но она как у всех. То есть это небольшое повышение температуры в один день, немножко ломота в мышцах, в суставах. Но это настолько терпимо, и даже вот мы разговаривали тоже на эту тему, даже прием в лекарствах специально не надо в это время. Да, конечно. Просто немножко потерпеть один-два дня, да, и зато вы защищены действительно, как вы сказали, от осложнений тяжелых от коронавирусной инфекции. Потому что развитие тяжелой пневмонии, особенно кислородозависимые для этих пациентов, чреват нарастанием инвалидизации, это однозначно. Тем более в настоящее время мы уже понимаем, что вот сейчас третья волна, да, это коронавирусная инфекция, на самом деле уже намного тяжелее протекает. Да, да. И поражает уже и молодых. Мы это видим в нашей обычной рутинной практике, да. Да. Ну, а с рассеянным склерозом, вот, пациентам, как часто нужно посещать врачей? И вот вы сказали уже о кабинете рассеянного склероза, да? Как часто нужно посещать, и, может быть, какие-то еще нужны дообследования, и как часто их нужно проводить? Что касается, да, обследований, все пациенты ежегодно должны проходить высокопольное МРТ с контрастным усилением. Это позволяет для тех пациентов, которые получают терапию, сформировать мнение об эффективности терапии. То есть, если количество очагов на МРТ не приросло значимо, если нет контрастирования этих очагов, это значит, что процесс поддается хорошей лекарственной, так скажем, коррекции. Поэтому всем пациентам мы всегда говорим, что раз в год вы должны пройти МРТ на томографии мощностью не менее полутора Теслов с контрастным усилением. Это вот то, о чем мне хотелось бы еще раз сказать аудитории, потому что и врачи по месту жительства, и терапевты, и врачи общей практики, и неврологи должны понимать, как важно этой категории пациентов это правило соблюдать. И обычно со свежими МРТ они все приходят в кабинет рассеянного склероза. Мы оцениваем динамику заболевания, наличие обострений, изменения на МРТ и решаем с нашими планами на следующий год. Остаемся мы на этом препарате или обсуждаем какое-то усиление лечения, или можно как-то скоррегировать другие какие-то моменты. Конечно, безусловно, хотелось бы, чтобы больше нас, например, вело прием в кабинете, потому что есть у нас, безусловно, дефицит с приемом. Ну, будем работать на эту тему. Здесь амбулаторное звено должно направлять, наверное, тоже, да? Да, да. И амбулаторное звено сами неврологи и сами терапевты не должны бояться этих пациентов, потому что очень часто, в чем у нас проблемы состоят, что они с любой сопутствующей патологией направляют на прием к специализированному неврологу. Мы просто не в силах этот пул пациентов так обслужить, потому что все, начиная от кашля и заканчивая гинекологическими проблемами, замыкается на неврологе специализированном. Это не совсем верно. Это такие же пациенты в нашей практике, как все остальные. И я призываю не бояться их, а наоборот, внимательно выслушать, пойти на встречу. Еще, может, даже больше внимания выделять. И решить какие-то их проблемы, даже иногда без узкого специалиста. Ирина Владимировна, ну, учитывая ваш колоссальный опыт уже неврологический, да, и вообще как доктора, вот скажите, вы уже сказали, что пациенты с ростинским склерозом, да, они, в принципе, прогноз могут иметь вполне благоприятный. Да, это однозначно. Да, и вообще давайте вот об этом расскажем. Ну, все-таки вот во что может вылиться, да, при нелечении, да, то есть, пациенты, ну, как говорится, если запущенная форма, да, и если на ранних стадиях все-таки вот поймать это заболевание, поставить вовремя диагноз, вовремя, как говорится, человек окружить заботой нашей медицинской такой, да, людей в белых халатах. В этом случае, в другом случае, каков будет прогноз? Да, вы правы, если лечение начато достаточно рано, если удалось с помощью лекарственного препарата процесс остановить или хотя бы замедлить, то пациент совершенно долго сохраняет трудоспособность, способность к самообслуживанию, и длительность его жизни не отличается от длительности других людей в нашей популяции. К сожалению, бывают более неблагоприятны текущие формы рассеянного склероза, которые плохо поддаются лечению даже самыми современными препаратами. Но все-таки надо как бы знать, что их меньшинство. Да, такие пациенты, сложная категория пациентов, мы их и в федеральном центре консультируем, и активно сейчас используем как бы препараты второй линии, в том числе вот в неврологическом отделении областной больницы. То есть, ну, стараемся как-то это скорректировать. Но, безусловно, когда этот диагноз ставится, я всем пациентам говорю, что вы должны начать лечение прямо сейчас. Нет такого понятия доброкачественный рассеянный склероз. Это слова не мои, это слова Алексея Николаевича Бойко, известного доктора-невролога, который тоже занимается рассеянным склерозом, потому что любое доброкачественное течение может перейти в непредсказуемое течение. Поэтому пациентов мы всех настраиваем, начинать лечиться вовремя, и тогда они, в общем, будут совершенно полноценными членами нашего общества. Николай, ну вот лечение вообще оно такое непростое, да, оно индивидуальное, подбор должен быть, каждому пациенту индивидуальность. Но некоторые пациенты, ну, есть такая категория, вот они как бы обращаются иногда к нетрадиционным, как говорится, методам лечения. Насколько это обосновано, да, и насколько это дает свои какие-то результаты? Или вообще категорически лучше этого не делать? Ну, вы понимаете, я всегда пациентам говорю, что нетрадиционное лечение, на которое вы настроены, вот с моего разрешения, вы можете получать только в совокупности с традиционным лечением. И говорю, что вот вы лечитесь, пожалуйста, лекарственным препаратом, который мы вам подобрали. Но параллельно вы можете заниматься любыми видами самолечения, если уж это не какие-то абсурдные там и калечащие методы. Давно уже обсуждается, например, пчелуужаливание в рассеянном склерозе. Да, это действительно хорошая для наших пациентов, для некоторых процедура. Они нормально это переносят, это как бы стимулирует их там жизненный тонус. И те из пациентов, которые этим занимаются из года в год, они не бросают традиционные методы лечения, там себе проводят какие-то курсы. Большое место психотерапии занимает и музыкотерапия, и арт-терапия. Тоже существуют работы неврологов, особенно вот Дальний Восток у нас там в Томске, насколько я знаю, Центр рассеянного склероза занимается арт-терапией и музыкотерапией при рассеянном склерозе. Это все вполне приемлемо, если человек не бросает традиционные методы лечения. То есть есть определенный стандарт лечения? Да, конечно, он должен его соблюдать. Стандарт лечения при обострении, когда человек вдруг снова, ну, какие-то жалобы у него проявляются или старые нарастают. И стандарт текущего лечения, то есть такого плана в лечении. Сейчас у нас в арсенале более 15 препаратов, включая препараты, которые в клинических исследованиях, например, изучаются. Поэтому лечиться вполне возможно и нужно. Ирина Владимировна, ну и в заключении, по традиции уже, в заключении нашей программы, может быть, какие-то добрые советы и пациентам, которые имеют этот диагноз, да, рассеянный склероз, может быть, даже их родственникам, которые окружают их, да, своей заботой, да, своим вниманием. Какие-то свои такие врачебные советы, чисто человеческие. Ну, я всегда пациентам хочу сказать, что современные методы лечения совершили в терапии этого заболевания революцию. И вы, безусловно, не остаетесь теперь один наедине с болезнью. Самое главное. И эта мысль должна быть двигателем вообще вашего образа жизни. Вы должны вести полноценный образ жизни, вести активный образ жизни, заниматься посильной физической культурой, давать себе какие-то повседневные нагрузки, иметь хобби для удовольствия. Нет никаких медицинских для этого противопоказаний. И запретов. И запретов, да. Но если ваше самочувствие ухудшается, если существуют какие-то проблемы, жалобы, то, конечно, вы должны обращаться к специалистам в первую очередь. Да, существуют какие-то ограничения по образу жизни. Но ведь, согласитесь, нет ни одного заболевания, которое какие-то ограничения не накладывало. Сахарный диабет, мы должны соблюдать диету, бронхиальная астма, пользоваться какими-то ингаляционными средствами. Также и рассеянный склероз. И если это заболевание вы примете... Вот у меня есть пациентка, которая болеет более 20 лет. Она совершенно сохранно воспитывает ребенка. Она мне послала фотографию, он пошел в школу. И она заняла вот такую мудрую, мне кажется, позицию. Она говорит, я 20 лет им болею, я с ним договариваюсь. Вот это умение, наверное, как-то психологически так себя настроить и договориться о чем-то с болезнью, никогда не прерывает традиционное лечение. Она очень давно у нас наблюдается и с 2005 года получает терапию и, видите, сохраняет абсолютную трудоспособность. Вот такой, наверное, должен быть подход вообще к жизни с рассеянным склерозом. И тогда жизнь будет полноценной. Спасибо большое, Илья Владимировна. Ну что же, дорогие друзья, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю удачи, всем желаю оптимизма. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова